Издательство «Эксмо». Джек Лондон. «Маленькая хозяйка большого дома». Читает Константин Корольков. Глава первая. Он проснулся в темноте. Проснулся сразу, легко, не сделав ни одного движения. Просто открыл глаза и увидел, что еще темно. Ему не нужно было, подобно большинству людей, сначала пошарить вокруг себя, прислушаться, ощутить внешний мир. Он сразу нашел свое «я» в определенных условиях пространства и времени и без усилий продолжал повесть своей жизни, прерванную сном. Он сразу осознал себя Диком Форестом, хозяином огромного поместья, который несколько часов назад, уже в полозабытии, заложил спичкой страницу книги, выключил настольную лампу и уснул. Где-то совсем рядом сочно плескался или питал фонтан. Издалека донесся звук, такой слабый и смутный, что его могло уловить только очень чуткое ухо. Однако Дик Форест услышал его и улыбнулся. Он сразу узнал глухой хриплый рев короля Пола, своего лучшего быка из породы шортхорнов, трижды примированного на калифорнийских выставках в Сакраменто. Улыбка долго не сходила с лица Дика Фореста. Он рисовал себе те новые победы, которые готовил своему королю Пола. В этом году он собирался отправить его на восток. Он докажет, что бык, рожденный и выращенный в Калифорнии, вполне может соперничать с лучшими, вскормленными кукурузой, быками штата Айова и даже с привезенными из-за моря с их исконной родины шортхорнами. Улыбка погасла. Форест потянулся в темноте к ряду кнопок над изголовьем и нажал первую. Кнопки шли в три ряда. Скрытый свет, лившийся сквозь стенки большой чаши под потолком, осветил спальню-веранду с трех сторон затянутой тонкой медной сеткой. Четвертой стороной служила бетонная стена дома с высокими застекленными дверями. Он надавил вторую кнопку в том же ряду, и яркий свет озарил то место на стене, где висели часы, барометр и два термометра — Фаренгейта и Цельсия. Скользнув по ним взглядом, он сразу прочел их показания. Время — 4.30. Атмосферное давление — 29.80. Нормальное для данной высоты над уровнем моря и для времени года. Температура — 36 градусов по Фаренгейту. Другим движением пальца он опять погрузил во мрак измерители времени и температуры. От нажатия на третью кнопку вспыхнула его рабочая лампа, поставленная так, чтобы свет падал сверху и сзади, не ослепляя глаз. Первая кнопка погасила невидимую лампу под потолком. Форест достал с ночного столика пачку гранок, закурил сигарету и, вооружившись карандашом, принялся их править. Вся обстановка спальни говорила о том, что здесь живет человек, привыкший работать. Каждая вещь в ней была целесообразна, вместе с тем на всем лежал отпечаток отнюдь не спартанского комфорта. Серая эмалированная кровать была под цвет серой стены. В ногах кровати вместо теплого пледа лежал халат из волчьих шкур с висячими хвостами. Ночные туфли стояли на пушистом ковре из меха горной козы. На ночном столике выселись аккуратные стопки книг, журналы, блокноты, и еще оставалось место для спичек, сигарет, пепельницы и термоса. На подвижной, прикрепленной к стене подставки, стоял диктофон. Со стены под барометром и термометрами из круглой деревянной рамки смотрела смеющаяся женская личика. И на той же стене, между рядами электрических кнопок и распределительным щитком, висела открытая кобура, из которой торчала рукоятка автоматического кольта 44-го калибра. В шесть часов, минута в минуту, когда серый утренний свет начал просачиваться сквозь проволочную сетку, Дик Форест, не поднимая глаз от корректуры, протянул правую руку и нажал одну из кнопок во втором ряду. Пять минут спустя на веранду неслышно вошел китаец в мягких туфлях. Он держал в руках начищенный медный подносик, на котором стояли чашка с блюдцем, крошечный серебряный кофейник и такой же молочник. — С добрым утром, О-Дай! — приветствовал его Дик Форест, улыбаясь не только губами, но и глазами. — С добрым утром, — хозяин, — ответил О-Дай. Он освободил на столе место для подноса, налил в чашку кофе и сливки. Увидев, что хозяин уже подносит одной рукой чашку к губам, а другой продолжает делать пометки в корректуре, О-Дай поднял с пола обшитый кружевами воздушный розовый чепчик и удалился. Он скрылся беззвучно, исчез как тень в открытую застекленную дверь. В шесть тридцать, минута в минуту, он вернулся с подносом побольше. Дик Форест отложил гранки, достал книгу о заглавленную «Промышленное разведение лягушек» и приготовился завтракать. Завтрак был простой, но сытный. Снова кофе, полгрейпфрута, два яйца в смятку, сбитых в стакане с кусочком масла и очень горячих, и ломтик в меру поджаренного бекона. Он знал, что это мясо от его свиньи, притом домашнего копчения. К этому времени лучи солнца уже хлынули через сетку и залили кровать. С наружной стороны сетки сидело несколько первых весенних мух, ошалевших от ночного холода. Завтракой Форест следил за тем, как на них охотятся хищные желтобрюхи и осы. Более выносливые и менее чувствительные к заморозкам, чем пчелы, они летали перед сеткой и накидывались на ошалевших мух. Эти воздушные разбойники в желтых камзолах свирепо жужжали и, действуя почти без промаха, схватывали свою жертву и улетали с ней. Последняя муха исчезла раньше, чем Форест сделал последний глоток кофе и, заложив спичкой книгу о лягушках, принялся опять за корректуру. Через некоторое время он услышал прозрачную нежную трель жаворонка, этого первого утреннего певца. Форест оторвался от работы и взглянул на часы. Они показывали семь. Он отложил гранки, взялся за телефон и, нажимая привычной рукой кнопки на распределительном щите, вступил в разговор с целым рядом лиц. — Алло, опой! — обратился он к первому. — Что, мистер Тейер, встал? — Ладно, не будите. Едва ли он будет завтракать в постели, но вы все-таки справьтесь. — Хорошо, и покажите ему, как пускать горячую воду. Может быть, он не знает. — Да-да, хорошо. И достаньте как можно скорее еще одного боя. Как только наступает весна, съезжаются гости. — Конечно. Словом, на ваше усмотрение. До свидания. — Мистер Хенли? — Да. — начал он вторую беседу с помощью второго контакта. — Я думал насчет Бьюкейской плотины. Мне нужна смета на доставку гравия и камней. — Да, вот именно. Я считаю, что ярд гравия обойдется примерно на шесть или десять центов дороже щебня. Ужасно мешает подвозу этот последний крутой склон холма. — Разработайте смету. — Нет, раньше, чем через две недели, мы начать не сможем. — Да-да. Если новые тракторы подоспеют вовремя, они освободят лошади от пахоты. Но не забудьте, что тракторы придется еще дать на проверку. Нет, об этом вам придется поговорить с мистером Эвероном. До свидания. Третья беседа началась так. — Мистер Доссон, ха-ха, у меня на веранде сейчас тридцать шесть градусов. В низинах, наверное, все бело от ини. Но это, пожалуй, последний утренник. Да, поклялись, что тракторы будут доставлены еще два дня назад. Позвоните железнодорожному агенту. — Кстати, поговорите за меня и с мистером Хэнли. Я забыл ему сказать, чтобы вместе со второй партией мухоловок он пустил в дело и крыселовки. Да, сейчас же. Сегодня штук двадцать мух грелись на моей сетке. Конечно. Прощайте. Покончив с разговорами, Форест быстро встал, сунул ноги в туфли и, как был в пижаме, вошел в дом через открытую дверь, чтобы принять ванну, уже приготовленную для него китайцем-одаем. Минут через десять Форест, вымытый, выбритый, снова лежал в постели, погрузившись в книгу о лягушках. А пунктуальный Одаев, все исполнявший минуту в минуту, массировал ему ноги. У Дика были сильные, красивые ноги, и сам он был статный и стройный. Рост пять футов десять дюймов, вес сто восемьдесят фунтов. Эти ноги могли немало порассказать об их владельце. Левое бедро пересекал рубец дюймов в десять длиной. Поперек левой лодыжки, от икры до пятки, также шло несколько шрамов величиной с монету. Когда Удай посильнее разминал левое колено, Форест невольно морщился. И на правой голени темнело несколько небольших шрамов, а глубокий рубец как раз под коленом доходил почти до кости. На бедре виднелся след застарелого ранения шириной в три дюйма, испощренный точками от снятых швов. Внезапно со двора донеслось веселое ржание. Форест поспешно заложил спичкой нужную страницу лягушачьей книги, перевернулся на бок и посмотрел в ту сторону, откуда донеслось ржание, в то время как Удай надевал хозяину носки и башмаки. Внизу на дороге среди лиловых кистей ранней сирени появился живописный ковбой верхом на крупном жеребце. В золотых утренних лучах жеребец казался красновато-коричневым. Он шул, роняя клочья белоснежной пены, гордо взмахивая гривой, поводил вокруг блестящими глазами, и трубный звук его любовного призыва разносился по зеленеещее равнение. Дико-фореста в то же мгновение охватили радость и тревога. Радость при виде этого великолепного животного, выступавшего между кустами сирени, и тревога, как бы его ржание не разбудило ту молодую женщину, чье смеющееся личико глядело на него из деревянной рамки на стене. Он бросил быстрый взгляд через двор, шириной в 200 футов, на выступавшее вперед крыло дома, находившееся еще в тени. Шторы на окнах ее веранды в спальне были спущены. Они не шевельнулись. Жеребец снова заржал, но он спугнул только стайку диких канареек. Они поднялись из цветущих кустов, которыми был обсажен двор, точно брызнул вверх с ног золотисто-зеленых брызг, брошенный восходящим солнцем. Следя за жеребцом, Дико-форест рисовал себе его прекрасное и сильное потомство, этих же ребят без малейшего порока. А когда лошадь скрылась среди сирени, Дик, как обычно, сейчас же возвратился к окружавшей его действительности и спросил слугу. «Ну как новый бой, Одай? Привыкает?» «Мне кажется, он хороший бой», — ответил китаец. «Совсем мальчишка. Все ему ново, очень медленный. Но ничего, толк выйдет». «Да? Почему ты так думаешь?» «Я обужу его третье или четвертое утро. Спит как маленький. Проснулся, улыбается, совсем как вы. Очень хорошо». «Разве я улыбаюсь, когда проснусь?» — спросил Форест. «Одай усердно закивал. Уж сколько раз, сколько лет я обужу вас. И всегда, как глаза откроете, так они уже улыбаются, губы улыбаются, лицо улыбается, весь вы улыбаетесь. Сразу. Это очень хорошо. Если человек так просыпается, значит, ума много. Я знаю. И новый бой умный. Увидите, скоро-скоро выйдет из него толк. Его зовут Джоу Ген. Как вы будете называть его здесь?» «А какие имена у нас уже есть?» — спросил он. «Орай», «Ой-ой», «Ой-ли», «Потом я», «Одай», — перечислял китаец с кроговоркой. «Орай говорит, надо назвать нового боя». Он смолк и лукаво посмотрел на своего хозяина. Форест кивнул. «Орай говорит, пусть новый бой будет...» «О, черт!» «Ого!» «Здорово!» — расхохотался Форест. «Я вижу, рай шутник! Имя хорошее, только оно не подойдет. А что скажет миссис?» «Надо придумать что-нибудь другое». «Охо!» «Тоже очень хорошее имя». В ушах у Фореста все еще стояло его собственное восклицание, и он понял, откуда китаец взял это имя. «Хорошо, пусть зовется Охо!» Одай наклонил голову, неслышно выскользнул в дверь и тут же вернулся с остальной одеждой своего хозяина, помог ему надеть нижнюю и верхнюю сорочки, набросил на шею галстук, который тот завязывал сам, и, опустившись на колени, затянул краги и нацепил шпоры. Затем подал широкополую фетровую шляпу и хлыст. Хлыст был особый, индейского претения. Он состоял из узких полосок сыромятной кожи, в его рукоятку было вделано 10 унций свинца, и он висел на ременной петле, которую Дик надел на руку. Однако Форест еще не мог уйти из своей комнаты. Одай протянул ему несколько писем, их привезли со станции вчера вечером, когда хозяин уже лег. Надорвав правую сторону конверта, Форест быстро просмотрел письма и задержался только на одном. Он постоял, насупившись, потом быстро подошел к диктофону, отвел его от стены, нажал кнопку, поворачивавшую цилиндр, и поспешно начал диктовать, не делая никаких пауз, чтобы подыскать нужное слово или точнее выразить свою мысль. В ответ на ваше письмо от 14 марта 1914 года должен сообщить, что я весьма огорчен известием о разразившейся у вас свиной холере. Огорчен я тем, что вы сочли возможным возложить на меня ответственность за это, а также тем, что Боров, которого мы прислали, вам околел. Могу вас заверить, что холеры у нас здесь не наблюдается. Эта болезнь не появлялась уже в течение восьми лет, за исключением двух случаев, когда два года тому назад ее завезли к нам с Востока. Но согласно нашему правилу, заболевшие свиньи тут же были изолированы и уничтожены раньше, чем зараза перекинулась на наши стада. Должен заявить вам, что ни в том, ни в другом случае я не могу возложить на продавцов вину за присылку мне больного скота. Как вам известно, инкубационный период свиной холеры продолжается девять дней. Проверив дату их погрузки, я убедился в том, что при отправке они были совершенно здоровы. Разве вам никогда не приходило в голову, что железные дороги чрезвычайно способствуют распространению холеры? Слыхали вы когда-нибудь об окуривании или дезинфекции вагона, в котором ехал больной скот? Сопоставьте даты. Во-первых, дату отправки Борова мной. Во-вторых, время доставки Борова вам. И в-третьих, дату появления первых признаков болезни. Вы сообщаете, что по случаю висениях размывов Боров был в пути пять дней. Первые симптомы появились только на седьмой день после его доставки вам. Следовательно, прошло 12 дней после того, как он был мною отправлен. Нет, я с вами не согласен. Я не могу нести ответственность за бедствие, постигшее ваше стада. Кроме того, можете справиться в ветеринарном управлении штата, если в моем имении холера. С уважением. Субтитры создавал DimaTorzok